Позвольте мне начать разговор вот с какого вопроса. Что вы сегодня делали? Пошли ли вы голосовать? Не пошли? Принимали ли вы участие в акции «Полдень против Путина» или проигнорировали призывы вне принятия участия? Расскажите. Я, к сожалению или к счастью, не хотел голосовать, поскольку, как мыслитель, я считаю, что главное – это не переходить к границу дозволенного. А такой границей для меня давно уже является границей Российской Федерации. Я и на агенты, в общем, оказавшись на суверенной территории Российской Федерации, я не могу быть полностью уверен в собственной безопасности. Я, конечно, не сравниваю себя с Джамалом Хашоги, например, который неудачно сходил в Саудовское консульство, кажется, в Стамбуле несколько лет назад. Мы помним, чем это закончилось. Но все-таки иногда хочется сравнить себя с великими, хотя бы в этом качестве и в этом формате. Кроме того, в том городе, в котором я сейчас живу, нет консульства Российской Федерации. Она удалена на несколько сот километров. Я посчитал, что лучше я изучу и систематизирую всю информацию о выборах, чтобы быть лучше готовым к нашему сегодняшнему эфиру. И это будет более полезно и продуктивно, чем лично. Тем не менее, Станислав, а если бы было консульство или посольство поблизости? Ну, если бы оно еще было экстерриториальным, то, безусловно, я бы принял... Ну, правда, я мог бы занять очередь в качестве акции, в акции «Полдень против Путина». Причем, как это делалось в советские времена, я думаю, молодая часть аудитории не понимает вообще, о чем я сейчас скажу. А мы с вами, Евгений Алексеевич, понимаем. Я бы занял ее несколько раз. Оставил список и так далее. Чтобы поддержать акцию. Знаете, что апофеозом сегодня поддержки акции «Полдень против Путина» было выступление бойцов «Чувака Вагнера» в Банге Центрально-Африканской Республики, которые в массе своей пришли голосовать именно около полудня. И напомнили, что еще до Алексея Анатольевича Навального погиб другой, известный оппонент Владимира Владимировича Путина. Я вам, кстати, скажу, что и некоторое количество представителей «Единой России» пришло голосовать ровно в «Полдень». Наверное, ошиблись. И знаете, друзья, я вот смотрю... Они просто подстилают соломки, когда все кончится, они предъявят эти кадры как доказательство того, что всегда работали против кровавого режима, тоталитаризма, против войны, и с них надо снять санкции. Подожди секунду, а те, которые пришли в Центрально-Африканской Республике-то, они неужели за Путина? Нет, ну мы не знаем, тайна голосования существует. За Привожина, как вы думаете? За Привожина, Евгений Алексеевич, он же не строит. В телеграм-канале «Белковский», который делается совместно искусственным интеллектом и моим близким родственником и соратником Кузьмой Петровичем Белковским, там даже опубликован бюллетень, на котором написано «За Привожина» на месте Владимира Владимировича Путина и несколько галочек в разных графах. Вот я смотрю на наших двух товарищей, на Евгения Алексеевича и на Станислава Александровича, и думаю, вот смотрю я на вас, друзья, а вы что иноагенты, а я нахожусь между вами. И, друзья, вы смотрите тоже на двух иноагентов. Поэтому загадывайте желания и пожелайте как можно большего и лучшего, в кавычках, Владимиру Путину в его, надеюсь, последнюю шестилетку. Станислав Александрович, смотрите, вот я наблюдал за огромными толпами, которые шли в Грузии, да, где нет, кстати, российского посольства, закрыто оно, которые шли в Ереване, в Бонне, в Берлине, в Марселе, в огромных городах, действительно толпы. И очень маленькое количество людей возле тех или иных участков в российских городах. Недавно еще эти люди выходили к могиле Навального, голосовали за Надеждина. Почему они не вышли? Где они все? Ну, на мой взгляд, в Москве и Петербурге, а также в других городах-миллионниках явка на акцию «Ползунь против Путина» была достаточно большой. У меня, разумеется, нет цифр, но картинки из этих городов поступали достаточно исправно. Хорошо. Вот 18 марта — это будет 10 лет со дня аннексии Крыма Российской Федерации. И очевидно, что вот за эту крымскую весну очень много произошло. Произошло очевидных событий, например, убийство Немцова или убийство Навального. Это отправка Гиркина в тюрьму, это война полномасштабная против Украины, которая вот уже там третий год пошел, хотя на самом деле больше десяти. А есть какие-то неочевидные итоги, которые вы видите? Ну, во-первых, очень очевидный итог, еще очевидные события, я вижу, которые произошли, которые вы не упомянули, которые по политическому значению и звучанию, возможно, не меньше перечисленных или, по крайней мере, сопоставимы с ними. Например, мятеж Евгения Викторовича Пригожина и его гибель 23 июня, 23 августа минувшего года соответственно. Но в целом эти 10 лет, во-первых, я считаю, что большая война и началась 10 лет назад. Спецоперация «Зет» – это лишь одна из стадий этой большой войны, возможно, точно не первая и, возможно, не последняя. Поэтому уже 10 лет мы живем в условиях Четвертой мировой войны, и за эти 10 лет оформился полноценный, полноформатный российский тоталитаризм новейшего образца, который по некоторым своим параметрам даже жестче коммунистического вегетарианских времен и приближается уже к сталинским стандартам, хотя с точки зрения идеологического фундамента он к коммунизму, естественно, не имеет ничего общего. Это ультраправый тоталитаризм, о котором, кстати, мечтали многие российские системные либералы, еще в 90-е годы XX века, говоря, что только такого типа автократия, вот пиночетовского толка, может эффективно противостоять коммунистическому реваншу. Вот что хотели, то и получили. Ну, хорошо, а вот что дальше-то? Смотрите, ну, понятно, Элла Александровна Панфилова выйдет и объявит окончательные результаты, грандиозный процент явки, грандиозный процент голосов за Путина, это все вполне ожидаемо. Потом инаугурация и, внимание, по закону, по конституции, которая в данном случае наверняка будет соблюдана, Мишустин вместе со своим кабинетом должны подать в отставку перед новоизбранным, вступившим в свои обязанности на новый срок президентом. Каких вы результатов ожидаете? Мишустин останется, придет другой премьер-министр, будут какие-то новые драматические назначения, уволят Шойгу в отставку с почетом, может быть, Лаврова туда же отправят тоже с почетом, или все останется по-прежнему? Вы, кстати, Евгений Алексеевич, допустили очень симптоматичную оговорку по Фрейду, когда вы начали говорить об Элле Александровне Панфиловой. Вы сначала сказали «Элла Александровна фал», и тут оборвались. Действительно, именно Элла Александровна воплощает изысканный эротизм путинского режима, о чем она сама не устает проговариваться, в том числе и сегодня. Когда она рассуждала о двух главных желаниях жителей Авдеевки, если вдруг вы обратили внимание, жители Авдеевки, с ее точки зрения, два желания. Первое – это хлеб, а второе – голосовать. Под голосовать, видимо, она имела в виду себя. То есть хлебом не корми, дай проголосовать, можно сказать. Чем еще заниматься в современной Авдеевке? Я думаю, что Михаил Владимирович Мишусян останется премьер-министром. Опять же, мы можем сколь угодно адресоваться каким-то там потайным источникам и составным частям современной российской политики, но мы знаем хорошо логику Владимира Владимировича Путина, которая, в принципе, ему не изменяла, а он ей, в этом смысле он абсолютно стопроцентно верный и твердый семьянин, на протяжении четверти века его проблемы. По своему психотипу он глубокий консерватор-индуктивист, поэтому он никогда ничего не меняет, если можно не менять. Он живет с одними и теми же чиновниками десятилетиями. И даже если эти чиновники сильно прокалываются и не показывают тех результатов, которые сами обещали, например, глава «Газпрома» Алексей Борисович Миллер 15 лет назад говорил, что где-то во втором десятилетии века капитализация «Газпрома» будет триллион долларов. Сегодня капитализация «Газпрома» космически далека от этого триллиона, но Алексей Борисович там же, где он и был. Потому что самое главное для Путина – это лояльность и контроль, что, в общем, суть одно в конечном счете. Если человек полностью лоялен, он контролируем. А Владимир Владимирович Путин – типичный контроль-фрейк, потому что он называется, фанат контроля. И по принципу его просты, он даже сам излагал в своей статье, точнее, колонке в журнале «Русский пионер», когда был премьер-министром еще при президенте Медведеве, что всякий старый человек лучше нового, потому что он будет долго входить в курс дела. В отличие от Бориса Николаевича Ельцина, человека с реформаторским психотипом, который постоянно искал новые кадры и очень часто проводил перестановки, даже что они были совершенно ненужны и довольно стремительно. Он мог там три раза уволить Анатолию Борисовича Чубайса и четыре раза снова его назначить. Владимир Владимирович может доверять только людям, которых он знает 30 и более лет. Тогда вопрос. Борис Ковальчук, которого назначили в контрольное управление президента, там, где, правда, заместителем, не главой, там, где когда-то начинал Владимир Путин в свои молодые годы, относительно молодые, прочат, точнее, вице-премьера сыну Патрушева. Все это люди довольно молодые, он их не проверял 30 лет. Что это за сигналы? Он 30 лет проверял их родителей. И, разумеется, Владимир Владимирович будет передавать власть постепенно именно поколению сыновей. Но, согласитесь, не чужих сыновей, а как бы своих, воспитанных в их общей большой семье, самый из которых вышел и сам Владимир Владимирович Путин. Поэтому, к тому же, он передает им власть не завтра. Ну, Патрушев, младший, эн лет, был 6 лет министром сельского хозяйства, не 6, несколько меньше, да, министром сельского хозяйства, будет вице-премьером министром сельского хозяйства. Это не меняет общей логики, что сельское хозяйство закреплено закланом Патрушева. А с точки зрения Владимира Путина, кстати, это не просто какая-то отрасль экономики. Это очень важный геополитический инструмент, потому что от мировых цен на зерно зависит и влияние Российской Федерации. И Владимир Владимирович Путин, вкупе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, в свое время пришли в ужас от того, что они сыграли свою роль в арабской весне, в организации революции в Египте, сами того не желая, и об этом даже в тот момент не догадываясь, потому что важным фактором египетской революции 2011 года и свержения президента Хосни Мубарака был резкий скачок рост на хлеб, который случился в Египте из-за российского эмбаргона экспортной поставки зерна, немного-немало, по решениям Владимира Владимировича Путина. Поэтому с тех пор он знает, что контроль над рынком зерна – это важнейший. Именно поэтому так интенсифицированы, кстати, обстрелы Одессы, идет попытка сломать зерновой коридор из Украины. Что касается Бориса Комчука, то он как бы формально пошел на понижение, не так ли? Он был главой крупной энергетической корпорации, Интер, Раос, сидел на многомиллиардных финансовых потоках и вдруг всего лишь замначальника контрольного управления. Но это обманчиво, такие рокировки Путин очень любит. Сначала человек назначается на маленькую бюрократическую должность, но уже с перспективы роста. Завтра, например, он может стать начальником контрольного управления заместителем руководителя администрации президента, а там недалеко и до какого-нибудь более существенного поста. Но так или иначе, это не является какой-то качественной перетасовкой команды. Премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин хорош тем, что он соблюл все плановые показатели своей деятельности. Точно так же, сегодня очень успешный день для Сергея Владиленовича Киригенко, первого заместителя руководителя администрации президента, поскольку полностью соблюдено плановое задание, о котором мы с Евгением Алексеевичем, в частности, не раз говорили в наших предыдущих диалогах. Более 70% явки, более 80% голосов за Путина. Это мы видим на наших глазах. Поэтому ходят слухи, опять же, всякие слухи из источников, к ним можно относиться как угодно, поскольку самый главный источник находится в голове Путина, и все решения будут приниматься, а уж тем более анонсироваться в последний момент. И нет такого источника, который мог бы проникнуть в эту голову со всей уверенностью раньше времени. Но, например, назначение Сергея Владимировича Киренко руководителем администрации президента, это вполне реалистичный сценарий, просто потому, что он не сам по себе, он представляет клан Ковальчуков, опять же. И само назначение Ковальчука младшего в администрации говорит о том, что, видимо, пусть он решил эту карту передать клану Ковальчуков вместе с медианаукой, атомной энергетикой. То есть двойно он уберет, вы считаете? Ну, двойно он может убрать только на еще более ответственный пост. Таких постов в разное время в последние годы называли два. Это постминистра иностранных дел, поскольку Антон Эдуардович Вайна дипломат по специальности. Ну и пришла пора все-таки немножко обновить кадры. Сергея Владимировича Лаврова уже 74. Вообще, хотя уйти несколько лет назад, его не отпустили, он теперь же, так сказать, уходи-не уходи, все равно из-под санкций не выйдешь, но, так сказать, такая рокировка не полностью исключена. Или говорили о том, что господин Вайна может занять место главы одной из крупнейших госкорпораций, например, Ростехнологий. Может, Вайна и остаться. В любом случае, все это было перемещение в рамках одной небольшой колоды и без какого бы то ни было принципиального изменения механизма принятия решений. Никакого отдельного самостоятельного правительства в этой стране быть не может. Для всего, правительство все равно это совокупность чиновников, замыкающихся лично Владимира Ивановича Путина, в которой премьер-министр не более чем помощник по управлению правительством, а не лидер какой-то отдельной самостоятельной команды, формирующей идеологию Кабинета министров. В этом смысле точечные перестановки не заставят нас с вами хвататься за сердце. Ну, а все-таки, как вы думаете, военное руководство поменяется или останется прежним? Я имею в виду не только Шойгу, но и начальника генштаба Герасимова, про которого тут поползли слухи, что он то ли уже уволен, то ли вот-вот будет уволен. Он уже несколько раз был уволен и даже убит, по слухам. Да, да, и такое тоже было, правда. За последние годы. Но, видимо, его окропили живой водой, и он вернулся. Ну, там большие запасы. Надо у Валерия Дмитриевича Соловьяевича уточнить, насколько их хватит. Но, понимаете, я не вижу никакого смысла с точки зрения психологии Путина, а именно анализ путинской психологии нас никогда не подводит, в отличие от многочисленных источников, настоящих или фейковых. Зачем убирать их, когда сейчас Путин победитель? Когда у них все успешно на фронтах? Путин не убрал их даже в самые тяжелые времена. Подождите, до мая месяца еще времени полно. И до мая месяца все не забудут? О победах... Случится военное... Нет, военного разгрома, мне кажется, до мая не случится. Путин вообще никогда никого не убирает, если нет острого необходимости. Давайте вернемся к этому. Путин не убрал Шойгу и Герасимова даже в конце 2022 года, когда оказалось, что на фронтах все очень плохо, и были близкие к нему же рупоры этого плохого в борьбе с Евгением Пригожиным, не так ли? Который кричал Шойгу и Герасимов дайте боеприпасы, уже в начале 2023 года начал раздавать интервью, где не скрывал, что он считает их главными виновниками военных неудач РФ, а потом уже перешел к критике самой спецоперации «З», заявив, что она была нужна Шойгу, чтобы получить маршальские погоны, а Медведчуку, чтобы стать президентом Украины. И то, и другое не лишено оснований, безусловно, за исключением того, что в первую очередь, конечно, эта спецоперация была нужна Владимир Владимировичу Путину по массе причин, а Шойгу и Медведчуку уже как следствие, как функция интересов Владимир Владимировича Путина. Без них, без этих интересов и с Путиным ничего бы не случилось, конечно. Но даже тогда с Шойгой и Герасимом ничего не случилось. Понятно, почему. Потому что Путину было легче замкнуть некоторые управленческие решения на себя, в обход этих людей, чем демонстративно их увольнять, показывая тем самым, что он, в принципе, недоволен ходом кампании. Этого он не мог себе позволить. Потому что увольнение любого путинского чиновника это признание им самим кадровой ошибки. Он готов признавать кадровую ошибку, когда речь идет о неблизких к нему людях, с которыми он работает относительно недавно или случайно, как с Алексеем Валентиновичем Улюкаевым, который с поста министра экономического развития отправился прямо в тюрьму. Но с членами своей команды он так поступать не готов, ему это просто не нужно. И он очень хвалит себя за решение назначить главнокомандующим силами спецоперации Герасимова вместо Сергея Суровикина. При том, что Сергей Суровикин никаких военных ошибок, на мой взгляд, и по мнению военных экспертов, которых я изучаю, не совершил. Наоборот, все, что он делал, было абсолютно грамотным. Он сократил линию фронта, которую РФ не могла удерживать, уйдя из Изюма и Херсона, что было абсолютно правильным с точки зрения военной именно решения. Он же построил ту самую линию Суровикина, о которой в известном мире разбилась контрнаступная вооруженных сил Украины. Но все-таки его убрали и поставили Герасимовом командующим, потому что Суровикин испытывал незрелые амбиции. А незрелые амбиции это самое плохое, что может быть в путинской системе власти. Когда ты раздеваешь рот на кусок, тебе не причитающийся. Суровикин на полном серьезе считал, что он может быть начальником Генштаба вместо Герасимова. И эта точка зрения была весьма популярной в военных и окловоенных средах, в том числе на уровне Евгения Пригожина, полностью вышедшего из-под контроля и ставшего предателем, за что он и был уничтожен Путина, как я считаю, на ее оценочное суждение. И уже поэтому Суровикина убрали, хотя бы профессиональных ошибок он не совершил. И теперь Путин очень хвалит себя за то, что он восстановил единоначалье. И это восстановление единоначалья позволило не только нейтрализовать Пригожинский мятеж, но и потом успешно перевести уже полупроигранную войну в Украине в полувыигранную. Поэтому зачем же он будет убирать людей? Что-то я вот логики здесь не вижу.